И я тоже начну с вопроса, почему сейчас возник такой большой интерес к советскому. Причем я как бы убираю вопросы искусства, убираю вопросы политики, интереса к советскому, а я хочу сказать, что существует огромный интерес к юридической новости, к советскому, и оно не проходит месяца, а может даже меньше, чтобы не издавалась какая-то новая книга про советское, а я уж не говорю о статьях, в которых идет целый поток. И огромное количество конференций, причем как бы очевидно, если наблюдать за какой-то динамикой, что последние несколько лет, может быть лет пять, этот поток конференций, каких-то текстов, он колоссально возрос. То есть существует огромный интерес к советскому. Опять же, не буду говорить с точки зрения метапозиции, с какого-то общеполитического, идеологического контекста. Почему? Я в принципе согласен, что связано с некоторой неопределенностью, можно это назвать кризисом, а можно назвать возникшей некоторой турбулентностью и неопределенностью нынешней сложившейся системы, с ее неясной и неисходной. И это продуцирует геополитические какие-то конфликты, и это продуцирует новый интерес к какому-то осмыслению и оперативных моделей, и прошлых действий, чтобы либо дистанцироваться от них, либо как-то переосмыслить и так далее. Но есть и причины, причины такие, может быть, сугубо академические, так мне кажется. То есть такие более как другого, более низкого уровня. Это о чем Георгий тоже упомянул. Это сейчас, собственно говоря, пришло на руку активно поколение, которое посоциализировалось не в советское время. И это как бы очень простая и очевидная причина. То есть сейчас пошло поколение, которых в советское время не знают, не испытывают никаких национальных привязанностей к советскому времени. И они сейчас начинают активно публиковаться. Они сейчас защищаются, они начинают активно публиковаться. И это им позволяет смотреть с некоторой дистанцией в советское время. Надо сказать, что и старшее поколение, которое тоже социализировалось в советское время, и все-таки 25 лет – достаточно большой срок, чтобы люди как-то могли эту дистанцию сконструировать с регионом. То есть довольно большой срок, который изменит ситуацию. Во-вторых, есть тоже сугубо такая академическая и техническая причина. В 90-е годы шли интенсивные исследования в регионе. То есть как открылся в 90-м году регион для западных исследователей, даже для мировых исследователей, не только западных. Они туда как бы все ринулись. И в 90-е годы просто проводились исследования. А в 2000-е стали как бы выходить публикации. И вот, собственно говоря, сейчас мы видим пик этих публикаций, исследований, которые проводились в 90-е и в начале 2000-х. Просто это такой технический вопрос. Сейчас как бы пик тех материалов опубликован, которые проводились чуть раньше. Это вот чисто камень. Ну и, конечно, есть информационный фонд. Сейчас, кто помнит начало 90-х, 90-е годы, допустим, где информационный обмен литературы, вообще знаний друг друга в мировой науке было вроде словно. Сейчас это не проблема. Мы все ездим, мы можем, как мы обсуждали, через всякие интернеты скачивать огромное количество литературы. Мы можем отслеживать все последние тенденции. Мы находимся в таком постоянном контакте, диалоге в рамках глобальной науки. Это тоже имеет значение. Ну и, конечно, геополитика. Но геополитика, которая имеет тоже свои какие-то конкретные формы. Ясно, что, допустим, вот это вот обострение, которое сейчас существует на руссельском пространстве, оно вызывает какие-то новые формы финансирования. Это тоже приземленное объяснение. Форма финансирования, которая продуцирует эти самые конференции, публикации. Мы видим, что вся эта советологическая инфраструктура, которая существовала в 70-80-е годы, огромная инфраструктура, которая была создана на Западе для изучения советского. Она потом в 90-е сдувалась потихоньку. А сейчас она вот опять немножко... Они же многие остались, и они как бы не знали, что делать. Люди есть, институции есть, центры есть, журналы есть, но они уже не знали, что делать. А теперь финансирование чуть-чуть активизируется немножко, и интерес как бы возрос информационного поля, СМИ, политиков, и начинается какая-то, как я всегда говорю, движуха. Как долго продлиться? Может, кстати говоря, этот пик говорит нам о том, что интерес скоро закончится. То есть вот произойдет такое насыщение, все как бы... Вот все точки зрения будут высказаны, и все. А что дальше дискутировать? Все точки должны присоединяйся либо к этой точке зрения, либо к этой. И все. Эти дискуссии как бы стучат, на самом деле, очень быстро. То есть может быть и такой вариант, что это как бы закат, на самом деле. Вот этот вот огромный интерес, который мы сейчас наблюдаем, это вот некоторый, как бы, такой закат интерес к советскому. Но вот это тоже, как бы, интересно об этом подумать. Тем не менее, сама возникшая дискуссия, как мне кажется, все равно требует какого-то нашего активного внеучастия, активного переосмысления многих вещей, которые мы знали, и которые сейчас новыми материалами мы начинаем, как бы, с новыми материалами мы начинаем, как бы, пытаться заново об этом думать. И мы должны, как мы видим, сейчас, в данный момент, имея эти материалы, эти вот обстоятельства, которые сложились спустя 20-25 лет после распада СССР, мы должны каким-то образом кредицировать наши знания о советском, и каким-то образом осмыслить это знание, которое уже имеется и которое, как бы, сейчас появляется. Как я говорил, я сам-то не теоретик, и, в общем, моей специализацией не является производство теоретического знания, но интеллективного аппарата работаем с категориями. Но работая больше не с категориями, а с конкретным историческим и техническим материалом, я понимаю, какое значение имеют теоретические рамки этих исследований, в которых мы думаем, ставим вопросы и анализируем. У каждого из нас есть свои концептуальные и историографические предпочтения, с помощью которых мы организуем свои размышления. Сегодня я представлю вам мой собственный взгляд, который я отчасти как-то произложил в книге, на то, какие вопросы и дискуссии могут быть важными для осмысления советского прошлого Средней Азии. И Советского Союза, и Средней Азии в особенности. И, наверное, я даже буду говорить не о самом легионе как таковом, а именно о самих подходах, которые могут быть к нему применимы. Но понятно, что даже когда я буду говорить о каких-то работах, о каких-то отключенных понятиях, вы легко можете перекинуть мостики от этих каких-то подходов к конкретному материалу и увидеть за ними конкретный материал. Это можно как бы отдельно, может быть, обсуждать, если будет для этого времени. Но... В фокусе моего доклада и мои лекции будут находиться с понятиями, которые обычно описываются и характеризуются в Средней Азиатской области. Это традиционная, современная, советская, колонизованная. Вот это как бы группа понятий, которые сейчас наиболее популярны для организации размышлений о Советской Средней Азии. Я опять же не буду говорить о каких-то конкретных кейсах, событиях, фактах или периодах, выходят за формат данного доклада. Хотя, возможно, с исследовательской точки зрения, как раз конкретно интереснее теории. Интересно, как всегда теория как бы работает на конкретном материале. Это как бы отдельный интерес. И, как я сказал, в докладе речь пойдет именно о теоретических рамках. Какие слова, каким образом мы используем, какие существуют разные точки зрения или подходы, какая имеется критика теории. Я попробую показать и возможности, и ограничения перечисленных выше понятий и подходов, направления поисков, которые сегодня ведутся, чтобы оправдать или обновить их, либо отвергнуть. Разумеется, я не претендую на полное подробное описание разных мнений и вопросов, а затрону лишь те, которые оказали влияние на мои собственные размышления и на мой собственный текст. В своем вступлении хочу начать с советской дискуссии. Сегодня мы часто исключаем эту дискуссию из нашего внимания. Мы все условия начинаем с 1991 года. И о советской теории или советской попытке понять их говорим как о примитивной, геологизированной и сегодня бесполезной. Однако, во-первых, советская наука была не такой уж примитивной и однозначной, как когда был создан по-своему очень изощренный аналитический язык, который часто основывался на недоговоренностях, каких был, недоговариваниях, на каких-то намеках. И это было всегда интересно расшифровывать, что на самом деле имеется в виду. В советское время были разные точки зрения и разные дискуссии, которые тоже требуют, на мой взгляд, нового прочтения. Мы часто думаем о советском времени, как бы все были друг с другом согласны, и как бы никаких дискуссий не было. А там шли довольно жёсткие дискуссии. И были очень разные точки зрения, и эти дискуссии кончались в том числе и конфликтах у себя. Во-вторых, советский язык оказал и продолжает оказывать влияние на нынешние исследования. Многие подходы и понятия живые, особенно в России или странах Центральной Азии, до сих пор вызывают бурные дискуссии. Но даже полное отрицание советского языка – это уже способ определённым образом формировать новую оптику и новый понятийный аппарат. И в любом случае без знаний советского словаря науки мы не поймём, как формируется ли то, как формируется много советских словаря. Описывать советский язык на постановке и обсуждении тех или иных проблем непросто. Дело в том, что он существовал, поменялся в особом политическом и идеологическом режиме, который предъявлял довольно жёсткие требования к тому, что и как говорится. Обвергал сказанное и написанное внимательно и цензурно. В этом режиме дискуссия часто велась, но, как я уже упоминал, полномётно. Подчёркнута марксистская риторика могла скрывать не вполне марксистские предпочтения. И вообще все имеющиеся разногласия, которые могли проявляться в устных дискуссиях, не находили своё предложение в литературе. То есть мы часто судим о советской дискуссии по тому, что написано. Но существовало огромное пространство как в устных дискуссии, которые, ну вот, наверное, только формами какой-то устной истории или писем или дневников можно каким-то образом реконструировать. Потому что иначе мы не понимаем, каким образом развивалась академическая дискуссия, если только читаем тексты или там ссылки на виде вашей партии и цитаты. Говоря о советском времени, я лишь немного скажу о том, какие споры шли среди советских этнографов, которые изучали Среднюю Азию и знали где-нибудь наслышки. Пожалуй, самая сложная для этнографов проблема состояла в том, как писать о современности. Эта общая проблема включалась в множество частых вопросов. С какого времени заканчивается не современность, а начинается современность? Какие признаки считать несовременными и какие современными? Не буду вдаваться в подробный анализ мнений по всем этим пунктам, а остановлюсь здесь кратко на понятии переживков, вокруг которого разворачивались основные дебаты. Изначально понятие переживков использовалось, которое было важно для понимания именно Средней Азии. Изначально понятие переживки использовалось, чтобы реконструировать прошедшие стадии исторического развития. Подразумевало своего рода артефакты наподобие археологических, которые затерялись где-то под толщами земли и убратили свое прежнее значение, которое надо раскопать и с их помощью узнать, что было когда-то исчезнувшей эпохи. Такой взгляд приводил к интересному эффекту. В некоторых местах обнаруживалось огромное залежи подобных артефактов переживков, поэтому делался вывод, что кое-где прошлое сохраняется до сих пор, а переживки являются действующими элементами социальной жизни. Эти места прошлого локализовались на тех или иных территориях, в различных социальных группах и культурах. И путешествие этнографа к ним воспринималось и описывалось как путешествие из настоящего двух липов. Собственно говоря, долгое время Средняя Азия принадлежала с точки зрения российских ученых именно к таким местам прошлого. Такое положение дел сохранялось в 30-е годы как минимум, когда этнографы принимали среднеазиатские общества как отсталые, почти буквально первобытные. Классические работы того времени так назывались. Известные как? Следит первобытного коммунизма у горных таджиков Василий Павлов. Патриархальные домашние общины, общинные дома у юбиновцев. Ну и так далее. То есть, на полку большого. Кстати, о коммунизме, да? К мир коммунижнее. При этом понятие пережитков оставляло поле для маневра. Их всегда можно было объявить сутью этого общества. А можно было сказать, что суть другая, а это вот такая форма. То есть, с этим понятием можно было тоже играть. Интересно, что в начале 50-х годов этнографов критиковали за то, что они увеличили значение пережития. А уже в конце 50-х годов, то есть в течение 10 лет, в разгарах Курчевской оттепели, характер критики изменился. Теперь был выдвинут противоположный вопрос. В том, что они скрывают многие недостатки, показывают жизнь приукрашенной, без проблем и отрицательных сторон. Это изменило взгляд ученых, которые задались вопросом, почему пережитки сохраняются в советском обществе, в социалистическом. Пожалуй, наиболее первую такую попытку теоретизировать эту тему Сергей Програхов предпринял Глеб Снесарь. Он резко выступил против тех, кто отрицает наличие пережитков. Оспаривать наличие этих пережитков в степени их отрицательного влияния на некоторую часть населения нашей страны могут те, кто стоит в стороне от жизни и не сталкивается с худающей действительностью. Вот видите, такой официозный язык звучит советский, но за этим советским языком стоит серьезный вопрос. Он как бы им формулирует, на самом деле, серьезный вопрос. А что с этим социализмом? Что-то не так. Потому что мы видим в реальности совсем другие вещи, которые не соответствуют схему. Но этот критический вопрос он формулирует в такой подчеркнутой официозной форме. Это интересно расшифровать. Ученый полагал, что нужно установить причины сохранения тех или иных пережитков для наших дней. То есть, при этом, по его словам, было бы неверно искать какую-то единую, универсальную, все объясняющую причину этих людей. Ну, он, естественно, разделил причины сохранения пережитков на нескольких категорий. Он говорил об отставании, но тоже такой общий марксистский тезис. Отставание сознания, развитие производительных сил и производственных отношений. Ну, вот такая консервативность сознания. Войну, кстати говоря, 1941-1945 года. Интересный тезис, которому, кстати, мне кажется, сегодня... Вообще, как война оказала влияние на то, как развивался советское общество и советское государство. Кстати говоря, к этому вопросу современная историография подходит. И уже все понимают, что война была ключевым моментом, который сильно поменялось все как бы социальное и идеологическое, и социальное как бы облик Советского Союза. И в неделю до войны все было бы, может быть, совсем как бы совсем по-другому. Вот он тогда сформулировал. Как бы по-своему он и сформулировал этот вопрос. Ну и какие-то другие он еще перечисляет причины. В конце 80-х годов проблемы и пережитков в среднеазиатском отчестве... Ну, вот начало этой дискуссии в 60-е годы, непонятно, когда немножко такая цензура ослабла, она в 70-е годы прекратилась. То есть в 70-е годы этнографы уже как бы о Средней Азии в таком ключе не думали. Там изменился язык. К этой проблеме возвращаются в конце 80-х годов. Возвращается другой этнограф Сергей Поляков. В 89-м году он издал небольшую книжечку «Теражон 100 экземпляров традиционализма в современном среднеазиатском обществе». Надо сказать, что у этой книжки как бы интересная судьба. Ее довольно быстро перевели на английский язык. Она была издана в Америке. И она как бы вошла в такую западную стереографию. Даже в каком-то смысле влияла на западную стереографию. Хотя ее там катикуют, но тем не менее ее как и читают. И она входит в прибыль. И как бы интересно отношение к этой книге. И ее иногда воспринимают как официозную советскую точку зрения. Ислам и из азиатского общества. Хотя Поляков был совсем неофициозным человеком. Хотя он говорил официозным языком. Но с точки зрения каких-то официозных вот таких официальных институтов, он говорил, что есть. И в этом смысле он был как бы немножко... Не то чтобы он был оппозиционер, а вот он интересный такой позиции. И находился такого... Критика, но критика внутри. Как бы тем же самым... С той же точки зрения. Допустим, я называл... Он как бы вырешивает... Я настоящую советскую мартистскую точку зрения. Это вот... В западном сейчас отношении это не очень возвращается. В отличие от других своих коллег, в том числе с Несаревым, Поляков видел в Советской Средней Азии не отдельные фрагменты несовременности. Прошлого, архаики, как это виделось в теории привитка. А целостное, современное традиционное общество. Которое он так и назвал традиционализмом. Которое включало в себя все основные элементы. Общину, семейные родственные группы или родовые и так далее. Традиционализм, в свою очередь, опирался на мелкобуржуазные производства. Традиционализм, в свою очередь. То есть, вот, советский институт, в котором было буржуазное производство. И дальше, говоря, на теневую экономику. Которые дают основные источники для местного населения. Все это составляло, по его мнению, суть того социального строя, который существовал в регионе. Тогда как политические институты, социалистические, советские, идеологии являлись лишь прикрытием в форме беседержания. Немного скажу и о дискуссии вне этнографической среды. Например, уже перед самым распадом СССР, в журнале «Восток» были опубликованы статьи двух востоковедов. Юрия Александрова, который называл «Средняя Азия специфический случай экономической слаборазовности». И Валентина Кулиахина, которая называлась «Новугладность в советской и зарубежной Азии». Хотя эти авторы не занимались изучением Средней Азии, а были специалистами в разрубежных странах, хотя они оба были экономистами, а не этнографами, и в этом смысле они как бы Среднюю Азию руками не щупали. Они, как бы себе, имели такое как отстраненное представление о том, что происходит в Средней Азии. И хотя вот их статьи вышли уже в последний год существования СССР, когда критика советского строя была уже нормой, названные статьи демонстрируют те точки зрения, те способы мыслить, которые сформировались в советское время. Это уже были известные ученые. И то, что они изложили, это видение, которое они имели уже и раньше. И которые раньше прятались за разными жанрами языкового языка, либо то, что они были зарубежниками, позволяло им чуть-чуть более раскованно говорить. О зарубеже можно было говорить чуть-чуть более раскованно, чем о своем собственном обществе. Поэтому вот некоторые такие, это интересно, некоторые такие более современные подходы или такой более современный язык, он как бы развивался не по отношению к своему обществу, а по отношению к зарубежной. Тем более они как бы изучали зарубежные страны, изучали зарубежную литературу и так далее. Там же они как осваивали какие-то современные способы говорения. В обоих текстах, которых я помню, Александра Уеляхина, написанных в том числе и под влиянием упомянутой выше книги Полякова, Средняя Азия описывается как случай стран и регионов третьего мира. Александров ввел для характеристики среднеазиатской экономики понятие слаборазвитости и периферии. Автор говорил о централизованном перераспределении, о мощных центрах частных интересов и давления, которые в советской экономике доминировали, и подчиняли себе все другие хозяйственные сектора. Клубкая монокультура, основанная на принудительном труде в колхозах, превращалась в достаточно монокольное производство, которое утратило свои задачи для развития Средней Азии. Александров прямо сравнивает среднеазиатскую экономику с прежними колониальными порядками в Индонезии, где голландцы развивали такие же монокольные сахарные плантации, консервируя местные традиционные социальные структуры, и, собственно говоря, называет среднеазиатское общество квазисовремерными. Правда, интересно, что сравнивая с колониальными сообществами Александров избегает советскую Среднюю Азию называть колониальными. То есть, как мы сегодня часто, я об этом скажу, то есть мы описываем Среднюю Азию как колониальными, но самого слова колониального мы избегаем. Это тоже интересно, почему мы это делали. Это было уже тогда. То есть вот уже в 91-м году он написал, фактически писал как о колониальных обществах, использовал язык уже периферии, то есть Ульярстайна и так далее, но ни ссылок на Ульярстайна, ни на колониализм не было. То есть в таком некоторых отстранении. Затею Ульяхина используется понятие «набукладности», которое восходит к работам Ленина, и устойчиво на российская трактовка о переходе к социализму, которое было очень популярно в 60-70-е годы в качестве объяснения процессов, происходящих в третьем мире. Популярная советская стереотека. По мнению автора, модернизация по-советски, узко понимавшаяся как индустриализация, не смогла создать целую экономическую систему отношений. Регион оказался подготовлен в преднесенной жизни индустриализации. Поэтому здесь сохранились другие общественно-экономические клады. В первую очередь, мелкие производства и социальная структура для индустриального типа. Однако, рассуждал автор, в советское время различным укладам не была предоставлена возможность постепенного развития, и власть пыталась искусственно насадить крупопромышленную государственную кладку, что и создало в среднеазиатском обществе проблемы реформации индустрии. Итак, советские этнографы и представители других научных дисциплин не могли не заметить, что общие, вроде бы для всего советского общества, трансформации в Средней Азии имели свою специфику. Проводимые властью реформы, которые должны были мобилировать различия, не добивались своей цели. Среднеазиатские республики по-прежнему оставались другим, особым миром внутри одного государства. Понятийный словарь, который находился в распоряжении этнографов, позволял им описывать этот мир как прошлое, которое по ряду причин, и список, которые являлся предметом договоренности, список причин, задержался и в настоящем. То есть прошлое, которое вдруг оказалось вот сейчас настоящим. Что в итоге логически неизбежно вело к анализованию вообще каких-либо изменений. И далее к отказу среднеазиатскому обществу способности меняться. То есть, допустим, тот же Поляков, сформулировав, что в Средней Азии существует рационализм, и советские реформы туда не достигли, не имели такого радикального эффекта, он потом в следующих статьях пишет о том, что это произошло потому, что среднеазиатское общество принадлежит к такой исламской цивилизации, которая никогда не может меняться. Она как бы не способна просто делиться. Кстати говоря, этот шаг делает не только Поляков. Это очень популярный шаг в таких объяснительных моделях по отношению... Кстати говоря, по отношению к России тоже часто делается этот шаг. Когда говорят, что если произошел кризис и Советский Союз не удалось, то это не потому, что там политики плохо что-то делали, там еще какие-то были проблемы, а это потому, что русские они всегда не способны никаким изменениям. Потому что там была Золотая Орда когда-то, или там еще православие. Всегда находится, почему в декабре ничего не меняется. Это очень популярная модель, до сих пор модель говорения. Надо сказать, что концепция традиционализма, выдавшая Поляковым, и в таких модифицированных формах, поддержанных другими учеными советскими, усложняла понимание советского общества, позволяла увидеть в нем многообразие социальных и культурных отношений. Но при этом она заменяла закрашенную в один цвет картину на просто двухцветную схему, простую двухцветную схему, в которой две половины – коллекционализм и современность – противоставлялись друг другу как несовместимые полюса. Кстати говоря, мнение о том, что среднеазиатское общество было и остается по существу традиционным, хотя оно ярко было выражено в 80-е годы в советской историографии, как или иначе к ней все присоединились, оно было популярным в западной историографии. Я, например, назову известного политолога французского Олег Леруа, который написал тренужку по Средней Азии, где он фактически один к одному пишет точно так же, как Халикул. И это довольно влиятельная книжка, тоже соединенная историография, и тоже часто входят во все формы религии, а это не религиозные цитры, а это не религиозные цитры. То есть это распространенное, могли объяснение. Однако остается вопрос, что же в Средней Азии произошло или не произошло в советской религии? Были хотя бы какие-то результаты у тех реформ, которые бы проводились в советскую эпоху? Если были, то каким образом их можно описывать и характеризовать? Опять же, российский демограф Анатолий Вишневский в статье «Средняя Азия. Незавершенная модернизация» отказался от сложной марксистской терминологии и взял наружение простой традиционности. По его мнению, в результате вхождения в состав Российской империи и потом СССР модернизация этого региона началась, но осталась незавершенной. Хотя реформа привели к некоторым социальным изменениям, в целом среднеазиарское общество сохранило, пусть и в скрытом виде, все основные элементы традиционности. Общинные структуры, трудовые и семейные связи и так далее. Советская система, по мнению Вишневского, играла при этом в противоречивании. Она, с одной стороны, не мешала традиционализму, даже консервизму, с другой стороны, несомненно, смогла спустить механизм модернизации. То есть он предлагает более сложную схему, в которой все-таки что-то менялось, но как бы не до конца. И вот модернизация прервалась в порядке этих приключений. И опять же, эта модель такая, она схожа с моделью традиционализма, но чуть-чуть более сложная. Она тоже очень популярна, и я могу со Смакса доработать, допустим, Ширен Агенер или Уильгина и Фейермана, которые точно воспроизводят такой же язык, неизвершенной модернизацией. Здесь я отвлекусь от самой Средней Азии на более широкую теоретическую дискуссию. Дело в том, что теория модернизации, теория модернизации, в рамках которой Вишневский смеллил свой понимание союзнициальных реалий, подвергается уже довольно длительное время, лет пятьдесят, ожесточенной критике. И эта критика включает в себя ряд существенных пунктов. Так один из критических агументов звучит таким образом, что сторонники понятия модернизации за точку отсчёта и за основную модель берут западное общество, и даже англо-американское, относя все, что с ними не совпадает, традиционализм, традиционное общество. При этом ими не учитывается в полной мере тот факт, что западное общество, которое само включает в себя разные социальные и культурные типы, собиралось в конкретных обстоятельствах, являющихся общими и одинаковыми для всех. В этой схеме заложено, как полагают критики, возникшие после Второй мировой войны асимметричность и отношения между разными странами, где доминирующие силы диктовали подчинённые свои правила и ценности как универсальные. Теория модернизации несёт в себе следовательные явные черты этноцентризма и геологических предельностей. Критики указывают также на несостоятельность взгляда теории модернизации за природу традиций модерности, их динамики и взаимосвязи. Модерность вряд ли можно анализировать как закрытую систему, с которой разные процессы взаимосвязаны и изменения в одной сфере обязательно ведут к изменениям в другом. В действительности можно наблюдать либо параллельную трансформацию тех временных элементов, либо даже обратное воздействие, когда модернизация одной сферы ведёт к традиционализации другой. Например, появление новых средств массовой информации приводит к распространению знаний о традиции, приводит к такому эффекту усиления. И здесь, кстати, можно вспомнить работа историка Хабсбаума об изобретении традиции, он как раз предписывается в эту критику модернизации, в эту критику языка словаря модернизации. В диктомии современности и традиционности возникают сложности с определением выражения традиционного общества. Последнее определяется как антисовременность, а не через перечисление его собственных характеристик, ему приписывается тотальность и неизменность. Тогда как реальные сообщества, которые попадают в категорию традиционного, порой довольно существенно отличаются от друга и преперпелие, и продолжают преперпевать в разнообразной трансформации, которая в этой схеме не учитывается. Кроме того, такая диктатония не учитывает взаимодействие современных и традиционных обществ между собой. Так, общества, прошедшие через колониализм, являются, как правило, гибридными, то есть не модерными и не традиционными. Понятую гибридности я еще вернусь, когда речь будет идти о посколониальной критике. Сейчас, я думаю, уместно вспомнить работу американского социолога-марксиста Эммануила Валерстайна, который предложил не рассматривать социальный строй каждой страны в отдельности, а исследовать единую мегасистему со своими центрами, периферийами и полупериферийами. В такой перспективе современность и традиционность становятся не изначальными характеристиками того или иного общества, или стадии, на которой они находятся в своем развитии, а результатом неэквивалентного распределения власти и ресурсов в рамках мировой экономической системы. Другими словами, традиционность, то, что мы называем традиционностью, это тоже современность, но современность периферийами центра. Как бы очень, мне кажется, интересный тезис, который можно использовать в понимании Средней Азии. То, что мы называем традиционными какими-то элементами здесь, традиционными структурами, это на самом деле очень современные структуры, но структуры периферийной современности. Это не европейская современность, не центральная, не современность золотого миллиарда, а вот современность периферии, полупериферии, где она специально создается и конструируется. Попыткой выйти за пределы этноцентризма, теории модернизации стало, в частности, изучение множественной полицентричной модерности. Как писал израильский социолог Самуэль Азинштадт, «Процессы на деле происходившие в модернизирующихся творчествах опровергают унификаторские и гемонические предпосылки, конкретные для западного понимания модернизации». Понятие множественной модерности позволяет различать самые разные институциональные идеологические модели, которые являются современными и при этом связаны с особенностями культурных традиций, проделанным историческим опытом каждого конкретного общества и каждой конкретной идеи. Это понятие позволяет также увидеть разнообразие авторов современности. Даже если они привержены антизападной и антимодерной риторике, Допустим, современные исламистские движения очень антизападные и редикуют современность. Но аналитически их тоже можно описывать как вариант современности, как модернное движение, движение исламисткое, которое появилось в современных условиях. Хотя они как бы выступают с точки зрения как для этой современности. И в виду вариантов этой модерности Азинштадт рассматривает и советское общество, и разного рода колонизованные сообщества, которые заимствовали элементы западной культуры и одновременно создали свои собственные оригинальные программы интерпретации модерности. Американский политолог Тимоти Митчелл отражает статистическое отношение к множеству, к теории множества модернности, справедливо указывая на то, что если она много вариантов, то неясно, в чем, собственно говоря, тогда общая и в чем сила этой теории, которая позволяет ей становиться инструментом экспансии и власти. Митчелл предлагает иную трактуру. По его мнению, те социальные и политические практики, которые называются модернами, сложились как раз не в Европе, а в процессе ее взаимодействия с другими частями света. Более того, он указывает, что эти практики зарождались нередко в колониях, а после этого переносились и метрофоны. Именно в этом взаимодействии. То есть, допустим, первые формы, как он пишет, такого рационального организации производства, какой-то рационализации образования и так далее европейскую создавали не у себя, а в колониях. Это был такой способ управления коммуниальными обществами. А потом эти практики уже обратно переносились в свое общество и создавали ту модерную жизнь по-другому. Но он, как и пишет, он, допустим, писал о Франции, о французских способах управления в Алжии в Северной Африке и об обратном влиянии этих моделей в Северной Африке. Это довольно популярная точка зрения, которую придерживает сейчас целый ряд исследователей, которые занимаются гиперией. Я покажу отстаньки, может, минуты будут абсолютно похожи. Именно в этом взаимодействии, продолжают исследователи, возникали и формировались представления модерности, европейскости и западности, с их претензиями на универсализм, единственность и универсирующий эффект. Модерность производилась как запад. Тогда как мир, лежачий за пределами запада, должен был играть роль иного и внешнего, которое очерчивает пространство модерна. То есть, здесь явно видится влияние ФКО, то есть, попытка перенести акцент с поиска каких-то объективных признаков модерности. Давайте мы найдем какие-то теоретики на дискурсивную роль этого понятия, на гипотомии между модерностью и традиционностью, на то, как через эту гипотомию все время происходило самоопределение себя и европейским, и модерным. Не представляется таким образом, что дискуссии о модерности идут в направлении усложнения понимания самого понятия модерности, способов его применения к тем или иным ситуациям. Прадокс в том, что выставленная оценка неудачи модернизации, неудовлетворенность ее результатами не означает отсутствие существенных трансформаций в том или ином обществе, а сама по себе уже является чертой иного, чем прежде восприятие истории ценностей. В такой оценке уже заложены отношения, которые связывают между собой различные социальные пространства, которые называются традиционными и современными, создают возможность обмена опыта и влияния. Следовательно, факт того, что среднее азиатское общество не стало индустриальным, характеристическим, или рациональным, или в полной мере секулярным, еще не говорит о том, что оно вообще никак не менялось, или что эти изменения не были радикальными. Оно говорит о том, что в Советском Государстве Средняя Азия отводилась определенная роль. Для него существовал собственный проект рекорды, соответственно, в ответ возникал свой опыт собственный опыт присвоения модерности, с которыми мы здесь учимся. Следующий шаг, если мы говорим о специфике модерна или специфике трансформации Средней Азии и в СССР, это осмысление понятия советскость или советское. Опять же, не буду подробно расследовать все нюансы этой дискуссии, а укажу лишь на некоторые из поставленных вопросов, которые привлекли моё внимание, когда я проводил свои исследования. Один из вопросов я бы сформулировал так. Вы являетесь ли советское общество итогом социального эксперимента, осуществленного группой обреченных властью и захвативших людей большевиков или коммунистов, или же советское общество было многослойным, конгломератом самых разных классов, групп и сообществ, которые находились в непрерывном взаимодействии. Или такой вопрос. Были ли советские люди винтиками советской машины её порождению или её жертвой, либо они всё-таки существовали как самостоятельные авторы со своими собственными интересами, представлениями, которые могли совпадать с интересами власти, а могли не притворечь тему. В этих или нескольких других реакциях данный вопрос стал активно обсуждаться среди американских, в частности, историков в 1980-80-е годы, что стало известно как «спорт-палитарная школа ревизионистов». Оппозицию ревизионистов можно судить, в частности, по работам учёность, когда она работала в Чикарском университете, шедер из Павла. Она отвергает подход, согласно которому советский человек будет полностью подчинён абсолютной власти высшей ревизии. Одной из главных, тем её книги, например, сталинские крестьяне, сопротивление крестьян советскому строю. Определение в трактовке с Патриком это необязательно вооружённые восстания, бунты, но ещё, как она пишет, работают спустя рукава, мелкое воровство, не выходят на работу, уклонения от работы, разного рода слухи, антиправительственные разговоры, различные способы саботажа, инакомыслия. Всё это надо рассматривать как формы сопротивления и формы дистанции людей от государства и советской идеологии. Другая тема – стратегия активного и пассивного приспособления, манипулирования государственными институтами местных интересов, включая попытки крестьянина поставить колхозы, например, на службу собственного интереса, интереса, который восходит к представлениям, например, об общении и моральном сообществе. Как она пишет? Кристи. Сталин мог прилично ругать колхоза и столь же привычно соглашаться с тем, что колхоз принёс ему все мысленные и немыслимые выгоды. Причём ни одна из этих затверждённых позиций не могла служить отражением его истинного человека, как пара отдельного человека, имеющего свой собственный расчёт прибыли и убыли. Это, кстати говоря, интересный тезис про нынешнюю ностальгию советскую. Мы думаем, что если человек ностальгирует советскую, это такая однозначная позиция. Но мы часто видим, что он ностальгирует и ругает. Это тоже вполне распространенная точка зрения, которую мы должны учитывать. Придерживаясь той же логики в следующей книге «Повседневный сталинизм» афеканская исследовательница делает ключевым понятием для своего анализа «Повседневность», не упоминая больше о сопротивлении. Она опять обращается к теме обиходов бытового поведения, стратегии выживания и продвижения, рассматривая «Сталинизм» и «Советский строй» в целом, как целый комплекс институтов, структур, ритуалов, образующихся в оккупности среду обитания «хомосоветикус». Здесь интересный вопрос, что мы считаем советским? Считаем ли мы те идеологены, которые продуцировались из Креуля и все, что происходило в Кремле советским, а все, что не соответствует мне советским? Мы понятие «советское» включаем, ну как бы все, что происходило в советское время, но все советское. Это все как советское. В другой своей книге «Срывайте маски» вообще Лафис Патрик пишет о формах самопрезентации советских людей. Это исследование о создании, точнее, пересоздании идентичности и о практиках доносов, самокритики, которые сопровождают этот процесс. Лафис Патрик рассматривает советские идентичности как сконструированные внешними культурными и социальными порядками и нормами. При этом она употребляет метафору масок или ролей, которые человек разыгрывал или маски одевал в течение жизни наполненными разнообразными ритуалами. Вот эта книга «Срывайте маски» затратила тему, которая оказалась в центре новых дискуссий, привела новый концептуальный подраздел. На этот раз между условно называемыми ревизионистами сторонниками изучения советской субъективности. Последние в какой-то момент развивают идеи предшественников о том, в какой-то мере развивают идеи предшественников о том, что советские люди были самостоятельными авторами истории, были миллионетками в руках государства. И в то же время критикуют их за то, что они превратили советскость в искусственную поверхностную конструкцию, как пишет экспатик, в маску, которую можно надеть и снять. Главный тезис этой критики состоит в том, что власть это более сложная и многомерная субстанция, которая не локализуется в каком-то определенном месте, пронизывает все представления, действия и практики. Это означает, что концепция противостояния или параллельного существования двух сфер, государственной власти, сталинского и советского режима, и общества отдельно, это ложная концепция. Значит, фокус исследования должен смещаться с изучением сопротивления или приспособления в сторону изучения стратегии и тактика освоения советскости, превращение в собственное «я» жителей СССР. Первым, как считается, сформулировал такой подход американский историк Стивен Коткин. В книге «Магнитная гора» у него такой перепрас название города Магнитогорска. Сталинизм как цивилизация. Кстати, только что он выпустил трехтомник с биографии Сталлина. Новшеством у Коткина по сравнению с Физпатриком является более сильным акцентом на том, что советский строй смог преобразовать человека и общество. Как большевики смогли навязать свой язык к обществу, людям, заставить или убедить людей говорить по большевисту, как он пишет, жить социалистически. принять ценности революционной утопии в качестве своих собственных. Коткин пишет о том, что советские люди имели возможность изощренных, хотя и неравноправных сделок с режимом, могли до известного предела поторговаться с ними, пытаясь его виду изменить, причем шли на это не только из простого расчета, но и принимая цели режима. Он отвергает попытки рассматривать советское общество в качестве варианта традиционной архаики, будто бы сохранившейся под советской маской. Для него больше революционная программа – вполне модернистский проект, который создавал современное, пусть со своей спецификой, понимание человека самого себя как индивиду. Это для него очень важный тезис, что, договоря языком модернизации, который я практиковал, что все-таки модернизация существовалась, осуществилась. То есть, человек начал осмыслять себя в советское время как отдельное вещество. С помощью советского языка он стал это делать, такого специфического, но он это стал делать. А с более, я бы сказал, радикальным желанием пересмотреть прежние подходы к исследованию советского общества, выступил другой американский или немецкий историк Йохан Эльберг, который назвал свою книгу «Революция в моем сознании». Радикализм в данном случае заключается в том, что исследователи смотрят на советское с точки зрения конструирования советской субъективности, советского «Я», который осмысляется, описывается и создается, например, в личных дневниках, а также в письмах и биографиях. Это очень важный момент. То есть, где мы видим аутентичный голос советского человека? Мы не уверены, что этот голос аутентичный, когда он выступает официально с какими-то речами на собраниях, текстами, мы не уверены, что это аутентичный. А вот, когда он пишет для себя в каких-то дневниках, письмах, то там, как говорится, Хельбек, мы можем надеяться, что это все-таки голос, поскольку он к себе самому обращается, а не к власти или к публике. Там голос, мы можем увидеть, как он думал, где цензура не так явная. И вдруг Хельбек обнаруживает в этих дневниках, которые изучают, что в этих частных дневниках обращаются к самому себе, эти люди говорят советским языком. Использует все эти советские модели говорения социалистические, коммунистические, и как бы объясняет самого себя, для самого себя, не для публики, через этот советский язык. Для него это становится важным доводом в том, что да, наверное, советский язык навязывался, но люди принимали его, осваливали этот советский язык, сделали его своим и использовали в своих интересах этот советский язык. То есть они получали советскую идентичность и жили с этой идентичностью уже для своих собственных интересов. Не для того, чтобы сделать приятные власти, чиновникам, а как бы свои собственные интересы. Советскость начинала работать уже немножко по-другому. Как он пишет, коммунистический проект можно рассматривать как грандиозный «Я-проект» по приглашению несовершенных, партикурийских, человеческих существ в универсальных, социализированных субъектов. Важно уточнить, что это не означает возвращение к наталитарной модели, поскольку Хельбек наделяет обвиненного человека правом не только слепо следовать идеологической доктрине, но и интерпретировать его, достраивать, изменять, даже сопротивляться и оспаривать, но при этом оставаясь в рамках того понимания модерного ремня, которое было обусловлено советской доктрине. Интересно, что Хельбек свой анализ поменяет только к сталинскому или ранне-советскому времени. А о поздне-советском времени он пишет неопределенно, как о времени зрелого цинизма и двойственного языка. Это кажется несколько странным, поскольку именно на мой взгляд. Именно в 70-е и 70-е годы советская субъективность стала способом людей мыслить о себе окружающими мирами. говорить по-большевистски, если вы понимаете слово большевистскость как сигналом советскости. Стало означать говорить обыденной речью. Более того, именно в 70-е и 70-е годы государство не прибегало к репрессиям, чтобы насильно заставить гражданину быть советским человеком. Советский человек создавал себя, сам себя дисциплинарными практиками. Этому позднесоветному парадоксу посвятил свою книгу уже на другой неисторик, антрополог Алексей Юрчак. Книги все было навечно, пока не закончилось. Юрчак не принимает участие в споре между старыми и новыми ревизионистами и сторонним школой субъективности. И не ссылается не на Фицпатрик, не на Хильбека. Но в его размышлениях разворачивается вокруг тех же вопросов, которые обсуждают историки сталинизма. Как и сторонники модели советской субъективности, он видит проблему в бинарном описании советской действительности, которая существует до сих пор. Чтобы была официальная культура, была официальная экономика, допустим, и теневая экономика. Тоталитарный язык, какой-то такой контр-язык где-то там в каких-то тайнах таких местах. Была публичная субъективность, это маска, которая была частная субъективность, настоящая. Человек не дана в каких-то зафиксированных состояниях, постоянно воспроизводится и рейнг прикидывается к секундуности. Юрчак полагает, что в 50-е годы, после смерти Сталина, идеологический дискус управлял, как он пишет, гепернормализацию, стандартизацию. Далее, Тача Челов поиск правильной его инфекретации сменился простым исполнением ритуалов, указывающих идеологическую лояльность. Поскольку уже смысл идеологем стал менее важным, то у людей принес возможность, сохраняя эту самую лояльность к советскому, создавать новые неубеденные смыслы, интересы, вид деятельности, типы существования, которые могли как-то соотноситься с идеологемами, противоречить им, или просто находиться в каком-то правильном существовании с ними, не обязательно являясь формой сопротивления советского режима. При этом необязательно являясь формой сопротивления советского режима. После советского режима, утверждает Юрчак, создалось условие для существования множества различных стилей жизни, которые были одновременно внутри и вне советскости, то есть принимались как фрагмативные, как свои. Ну, я теоретически поясню на отсылку к советскому прошлому. Все, кто чуть-чуть помнит советское прошлое, здесь. Хорошо помнят вот эти 70-е и 80-е годы, где неформальные всякие пушки, какие-то походы, какие-то барды, какие-то интересы, они интересным образом были легальны. это не то, что было какое-то теневое и какое-то сопротивление, какое-то диссидентство. Это все было вписано в советский образ жизни. Это было частью этого советского образа жизни. И они вполне могли там даже советский язык использовать. то при этом это как бы было вне вот такого артициоза. Это как бы было всегда это специально не цензурировалось и никак департинально не определялось. То есть это существовало в всем мире. И это все было как бы советскость. Таким образом, немного интересный взгляд тоже на то, какой была советская идентичность позднесоветской войны. Спор о советскости позволяет, как мне кажется, переформулировать проблему традиционности, модерности, проблему эмоций, идентичности, лояльности, идеологии, культурных прав, уйдя от жесткого экономического детерминизма, которое все еще нередко подразумевается, когда люди заходят об успехах и удачах произошедших в 20-м столетии изменений в этом пространстве. Была ли Средняя Азия советской и что это означало? Какие смыслы отмечало в себя это определение? Какие последствия и эффекты повлекла за собой принадлежность к советскости? Какого рода вопроса дает возможность перейти от внешней оценки состояния общества к внутренней самоинтерпретации людьми своего опыта? Дефиц Патрик и Хильбек и Севчиков не актуален вопрос об имперской природе советской струны. Хотя в их работах постоянно фигурируют отсылки к исследованиям постполнионизма. Они спорят о природе власти, о том, как последние реализуют свои проекты с применением насилия или с помощью идеологии, о способности людей сопротивляться, приспосабливаться, создавать свое «я» и свои эритичности, находиться одновременно внутри, в мире, при идеологии. Но в этих исследованиях почти не ставится вопрос о культурных различиях, о том, как отношения власти опровняются в униках. Отчасти это связано, видимо, со спецификой источников. Все упомянутые авторы «Откин», «Испатрик», «Хельбек», «Имчак» пишут главным образом о России и университете русских регионов, не сравнивая их с нерусскими частями СССР. Вся дискуссия о советском и о советскости пока проходит до сих пор, проходит мимо среднеазиатского материала или, допустим, кавказского материала. Почему так происходит? Это отдельный вопрос. Возможно, исследователи не видят какой-то особой специфики или множественности советского в разных регионах страны и считают, что советскость, как и модернность, является универсальным любением, пусть только наставок СССР. Который, кстати говоря, сам себя поведел как раз университет. Возможно, что сами исследователи советской Средней Азии находятся еще в стадии зарождения и они используют просто другой язык, который не позволяют говорить о советском. Возможно, что просто есть теографическая традиция изучения Средней Азии, она сейчас смещается в какую-то другую сторону, может быть, в сторону изучения изламских исследователей, или в Нижневосточных и Средневостоках, где совершенно другие вопросы по-другому ставятся. Просто, может быть, это связано с тем, что просто исследователи работают немножко в другом языке. Поэтому Средняя Азия выпадает из дискуссий о советской сети. Тем не менее, в астрографии существуют отдельные направления, западные которые занимаются изучением советской национальной политики и русских регионов, в рамках спора, являлся ли СССР империей, и можно ли отношения между разными частями советского общества рассматривать как униально. В качестве примера могу привести две точки зрения по вопросу советской национальной политики двадцатых-тридцатых годов . Первый Мартин считает неверно называть советское государство империей, имея в виду классические империи национальные политики создание национальных республик, реализация кадров, и т.д. и т.д. Он считает, что эта политика противоречит классическому пониманию что такое империи. И надо сказать, что эту точку зрения оказалась очень популярной, и ее подлежал целый ряд исследователей, историков, которые в общем в таком же ключе рассуждали последние годы. Фрэнсон Хёрш, признавая особенности политики СФ, говорит, что ее интересует вопрос не что, а как. При этом она обращается за помощью к работам как раз Ардерсона, Дёркса, Верн Бракона, в которых анализились структурные технологии управления и планирования европейских идей. В общем-то ее заключается в том, что тот факт, что создавались республики и была такая политика поддержки развития наций, она вовсе не противоречит определению СССР как империи. Она, в основном, осталась империя, потому что она использовала универальные технологии для этих созданий, и, собственно говоря, она преследовала имперские цели. То есть все это делалось для того, чтобы в конце концов это сделать с арестовыми людьми, а не вовсе для того, чтобы они как национальные республики продолжали свою строительность в тазах. и и эту точку зрения, что все-таки СССР была империей, а допустим, Средняя Азия была такими пусть пусть особенностями, но о фактической колонии иметь поддержку тоже семья джонников, ему здесь историк как Майлд и Норкл. Пожалуй, наиболее остро стоит вопрос об имперской природе немецкий историк Йорк Баперовский в книге «Брак есть везде» как изучая политику Российской империи СССР мусульманских ледовцев Кавказа, он приходит к изназначному выбору не только о колониальном характере большевистской власти но и о том, что большевистский стиль насилия родился на периферии и лишь потом был перенесен в центральные регионы России. Это напоминает нам Туциолю, что модерна вождается в колонии. Это как бы его фишка. Он считает, что первые репрессии начались за Кавказом. Сталинский жир стал как бы наиболее массовая репрессия. По тому, что технологии массовой репрессии уже в СССР в Кавказе был компактирован в центре после этой эпохи, в которой они стали спортироваться. Вопрос о полонярности в СССР отчасти, но не полностью пересекается с проблематикой стилинизма советскости. Представляет собой новый ракурс, который обычно выпадает из поля взрыва ученых, занимающихся этой эпохой. В частности, с точки зрения ювизионистов возникает дополнительный вопрос. Создавала ли риторика старших и младших братьев, чьей требование признавать русской и российской культурой в качестве базовых, какие-то новые разгромки появления, новые механизмы религинирования, сопротивления и российского сопротивления? А в аспекте проблемы советской субъективности соответственно вопросом не является. Плавится такая субъективность на усиление, которое могло воспринимать себя чужим по отношению к основному русскому или российскому обществу? Даутов, где-нибудь русский житель Москвы, Петербурга легко принимал эту советскую субъективность. А вот жители других регионов так ли легко воспринимали? Или здесь возникали какие-то новые обстоятельства, новые контексты, в которых советская субъективность может быть не появлялась, а может быть она приобретала в такие формы? Может быть мы можем говорить не об одной советской субъективности, а обмороственности субъективности. Это все вопросы, которые, мне кажется, еще ждут полноответа в такой реакции. Но она наверняка скоро появится. Судя по тому, как будет много работа. Ссылка на колониализ кажется сегодня естественной и даже привлекательной. Во-первых, она позволяет увидеть культурные различия между разными группами советского населения, вести культурные изменения на анализ отношений власти. Во-вторых, она дает возможность раздвинуть рамки анализа и включить в поле зрения не только советское время, например, вхождение той же Средней Азии или за Кавказом в состав Российской империи, то есть принять внимание в более длительную временную перспективу, и сравнить споры о советском обществе со словами о типичности и нетипичности Российской империи. Третьих ссылка на колониальность позволяет произвести сравнительный анализ оба СССР с опытом древних людей. Для нас это тоже очень важный вопрос. Когда мы говорим о советской стиле, мы говорим о таком изолированном мире, который существует сам по себе, и он настолько особенный, что он не будет ни с чем нельзя сравнивать. То есть это такая радикальная альтернатива всему прочему. Или мы все-таки говорим о советском времени как о таком варианте солиденности. Это такая же империя, как все. У каждой империи свои какие-то особенности. Если мы посмотрим на Японскую, у них тоже какие-то свои особенности. Ничего такого страшного в том, что у советской империи была какая-то советская стихика, теоретически нет. Мы ее можем рассматривать в том, как все остальные. То есть это проблема, которая, мне кажется, тоже разделяет ученых, которые так или иначе иногда пытаются ответить на этот вопрос, иногда не пытаются, иногда его обходят, но вопрос есть, и такой вопрос требует рассуждения. При этом, как бы учитывая вот эти плюсы возможности коронеальной и посткоронеальной теория, само в себе называние СССР империи не упрощает задачу анализа. Исследователей нет какой-то единой точки зрения вопроса, а что такое империя? Что такое колониализм? И сами такого рода исследования по своему размаху превосходят колониализму превосходят сути натуры советской леди, и опираются на разные подходы. То есть, если мы говорим, что вот мы хотим применить колониальную теорию к советскому леди. А какую колониальную теорию? Их такое огромное количество этих колониальных теорий, и они в таком как бы предъявлечивом отношении между собой которые находятся. То есть, собственно говоря, вот так вот просто сказать, что давайте применим то это как бы очень недостаточно. Надо разбираться с этими полиальными постскому лениальной теорией. Приведу несколько примеров. Классический, это один из классических образцов постскому лениальной теории. Это книга американского литературы Леда Эдон Саид, продемонстрировал весьма ярко, что знания о Востоке научные, художественные, загрозительные любые. Последние истории формировавшиеся в европейских странах никогда не было нейтральным по отношению к практике завоевания и подавления, которые Европа осуществляла в отношениях с ней европейскими культурными территориями. Это знание было правильным, ошибочным, негативным или положительным всегда являлось инструментом колониального угнетения. Агриентализм, как способ мысли, был также западным стилем деминирования, реструктурируем и осуществления власти на Востоке. Саида прежде всего интересовала, как европейские политики, ученые, художники дискурсивно создают образ Востока, как в этом области формируется зависимое положение европейских культур. Поэтому для него были важны ссылки на рассуждение по кулам несущей власти и итальянского коммунистов науке. Несколько иначе расставляют акценты приверженцы изучения подчиненных сабалок остались. Основатель этого направления в науке тоже его ссылаются, сабалок остались. Когда начинаешь смотреть, они тоже между собой очень сильно различаются. Например, основатель этого направления в науке индийский историк Радж Буха и гелемитарные особенности крестьянских нитежей в плавниальной Индии. Наспанил две позиции, марсистскую и национальную, согласно которым поскольку мятежах колониальной Индии 19-го века не было заметно ни классового, ни национального начала, то их можно считать спонтанными и рациональными. Буха уже находит в этих событиях их собственную логику, указывая, что крестьянская культура имеет ряд специфических черт. Общинность, региональные, кастовые лояльности, ритуальные формы проведения, которые определяют практики идентичных мятежников во время беспорядков. Эту скрытую культуру индийский историк, живущий в Европе, называет культуру подчиненных. Большой объект тем самым, что юридные идеологии заставляют ее молчать, подчиняя свои схемы интересы. В 90-е годы школа изучения печеневых стала разворачиваться в сторону более критического рассмотрения европейского знания в целом, в направлении поиска аутентичных форм своей культуры, которые существуют за пределами западного влияния и сопротивляются. Это как бы тоже теория декорализации это как бы две проблемы развивающиеся в такой теории просто в разном контексте. Декорализация развивается в основном и в априканском контексте, а это как бы не знаю, может быть, в азиатском контексте. Опять же, индийский по происхождению, но американский историк, ритолог Парпер Чаттерджи, в виде нации или фрагмента, отказался от преимущественного марксистских равных дискуссий, который был в группе все-таки, и соревноточился на анализе материалистического упрощения и колониализма. Чаттерджи обратил внимание на продокс. С одной стороны, идея нации была изобретена в Европе и перенесена в колонии, как элемент моделляционного проекта колонизатора, а затем в заимствованной местной элитой, осознавшей себя в Европе и осознать свою самовость. Но, собственно говоря, этот парадокс мы видим везде, что националисты во всех своих регелях они себя обозначают как, допустим, антизападный часто называют, как представляют свою античную культуру, свой античный комплекс, чужие, западные в частности. При этом сам национализм, весь этот язык, о котором они говорят, имеет западное происхождение. выполняется. То есть мы видим, что существует противоречие между происхождениями там, как потом используется в риторике. Чаттерджек предложил разграничить мир колонизованных на две части – внешнюю, материальную, внутреннюю и духовную. Во внешней части господство политическим национализмом, английский вид, говорила советским, европейским языком, с наимствованием той же Европой, где они словали технические достижения. Внутреннюю же часть, которая включала в себя язык, семью, женщину, общину, разной региональной идентичности, оставалась областью, где местные жители были самостоятельными авторами своей социальной жизни, истории, и подвластные колониями на коллективе. Ну, то есть он пытался, наверное, как ревизионисты обнаружить некую аутентичную культуру, которая скрыта, ее мы не видим, потому что все заполняет этот визит колонизавров, которые у нас национальности прибыли. Но существует все равно местная культура, фольклор, какие-то местные локальные лояльности, которые являются настоящими, внутренними, духовными, и образуют эту аутентичную жизнь. И, видимо, питают формы сопротивления и какой-то самости, которые в обществе есть. Но в этом есть явные эсоциалистские мотивы, то есть мотивы приписать индийскому обществу, через поиск такой аутентичной культуры, приписать индийскому обществу некие неизменные черты, которые существуют всегда, которые внешне изменятся. А вот что-то существует такое, что не меняется никогда. Этот социализм вызывал критику и вопросы. Чтобы преодолеть их, другой сторонник Собава Сталиас, историк индийского происхождения, который живет в Америке, Ян Пракашев. В целом ряде работам предложу обратить внимание не столько на разделение колонизавцев и колонизированных, сколько на сложное их взаимодействие, на противоречивое расщепление идентичности и практик. То есть, если для Чаттерджи вот это важно разделение между внешним и внутренним, реальным и духовным, пространством, которое уже колонизовано, и пространством, которое остается аутентичным в дне этого колонизования, то Пракашев говорит, что давайте все-таки посмотрим, как они две пространства между собой взаимодействуют, как они создают какие-то очень сложные формы симбиоза и каких-то отношений между собой. И он как-то перемещает фокус с этой разделительной линии на взаимодействие. Проблематика доминирования и сопротивления и критика универсалистских нарративов остались по поводу зрения Пракаши, но в большей степени он стал подчеркивать их неоднозначность, а прокурорность в исторический контекст. Пожалуй, это была попытка выйти за рамки Школы Защития Причиненных, пока эстертики не настойчиво отразил себя в качестве ее последователя. Сходное с идеями Пракаша развитие критики колониализма, но уже за рамками изучения причиненных получило у американского литературного веда опять же индийского происхождения Коми Багова. В предыдущем местоположении культуры он предложил метафору гибридности, которая позволяет характеризовать такие неопределенные состояния, как нахождение в разных местах одновременно, или быть уже тем, не совсем тем же. Это то, что мы вчера называли между Баба и Баба видят различные стратегии такого нахождения между камуфляжами, гримами, надевания масок, которые позволяют избежать полного слияния с другими однозначного отторжения от него. Гибридность идентичности и поведения культуры имеет дисциплинирующий эффект, поскольку позволяет колонизированному принимать власть колонизатора, смотреть на мир его глазами, считать мир колонизатора своим миром, при этом оставаясь исключенным из этого мира или дискриминированным. Баба видит в такой гибридности источник неудовлетворенности у него такой сильный психоаналитический элемент его теории построения источник неудовлетворенности и угрозов и конфликтов. Он этим объясняет, что постколониальное сознание, которое является гибридом, оно уже внутри человека. Все противоречия между колонизованным и колонизатором находится не между колонизованным и колонизатором, а внутри головы человека. Он одновременно и сам себе колонизатор, и сам же колонизованным. И расщепление сознания является причиной всех неврозов, апатических состояний, какой-то агрессивности и так далее. Он интересным образом переносит социальный конфликт, такой психологический конфликт психологический конфликт эдетичности внутри человека. Такой, мне кажется, интересный ход. То есть он оставляет колонизальную проблематику и переносит ее на персональный уровень, помещая ее внутрь человека. Я назвал здесь лишь несколько авторов тех работ, которые относятся к постпалуниальным исследованиям. Но даже из этого краткого экскурса видно, что они дают набор весьма разных методологических подходов. Т.е. когда мы говорим о постпалуниальной теории, мы должны понимать, что это очень разные постпалуниальные теории. Просто так мы не можем их переносить на среднеизианские снижения. При этом изучение империи существует множество других направлений, группы, представители которых видят иные темы и проблемы, на свою очередь критически оценивают взгляды выводы и собавы по стране совместа. В качестве примера состоится работа британского историка Кристофер Эль Бейли, который, кстати говоря, недавно был, известный британский историк, который является последователем так называемой кедровской школы изучения планирования. Бейли упрекает сторонников изучения подчиненных в том, что они выдвигают экологические, неполно ясные наборы установок. в своих работах этот ученый последовательно разоблачает построение своих компонентов их теоретических кумин. Его мнение империи были созданы не европейскими странами, а возникли результаты взаимодействия европейских стран и европейских элит, которые развивали свои формы капитализма, экспансии и имели сложную социально-политическую структуру. базовый основной тезис, что не Европа создала две нации, колонии, а что это было всегда очень сложное взаимодействие Европы с местными странами, местными людьми. Это был совместный проект. Нидийский национализм, утверждает Бейли, произрастает не только из европейского влияния, но и из прежнего гласта института при его настроении масс, с которых затем сортировались национальные идеи. То есть национализм это тоже был вовседневный безападный проект, поэтому совместный факт. Вместо ориентализма и дискурсов британский ученый предложил осматривать повседневные потоки информации, способы их накопления, перемещения, на которые у меня власти не было работали. То есть опять же знания, которые с точки зрения были, всегда формировались во взаимодействии, как совместное знание калоризатора 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 калоризации. И надо сказать, что наша уже постсоветская историография таким образом сложилась, что мы больше ссылаемся на постполняемые теории. считаемые лимонистрии. На самом деле, в той же Британии лимонистрии является вовсе не не постполняемая теория, а вот как раз кедровская школа и какие-то другие схожие школы, которые являются основными для изучения истории истории. Наши ссылки всегда тоже не попадают в реальное распределение каких-то приоритетов. Они тоже оказываются маргинальными. Усколняли критика, которую мы считаем, однако она базовая, она на самом деле региональная. Отдельные направления изучения понятия империи и клониализма развивают также американский историк Федерик Худер и российско-научное поле редактор журнала «Одумперии». Суть от подхода выражается желание раскрыть множественность собственных имперских голосов, генеалогии и контекстов, оказать сложную конфигурацию власти и сопричинения, в которых позиции сильных и слабых постоянно меняются и переупределяются. Хороший пример, что, допустим, поляк или грузин, который в Российской империи в одном контексте был колонизован, но, будучи на службу людей, его посылали в Среднюю Азию, он становился колонизатором. И, как бы, мы видим, как его позиция все время... То есть, позиции колонизатора и колонизатора мы никогда не зафиксировали. Она все время, как бы, может меняться. Или вот шестнадцатый год, да? по военным материалам. Против кого, как бы, было восстание. Мы думаем, что восстание было, в основном, как бы, против русских колонизаторов. Но они пошли убивать своих соседей Аксакалов. Аксакалов, местной, как бы, власти. Не в Семеречи. Не в Семеречи, но вот, да, да, в другом духе, да. И, то есть, когда мы думаем, а кто такие, значит, вот эти люди, которые занимали позицию вот этих вот, как бы, предстоителей местной власти, то они же тоже, значит, оказывались, если их пошли убивать, значит, они выступали в роли, как бы... Но для них они были властью, в которой они, как бы, то есть, они были колонизаторами, или представители колонизаторов. Хотя эти же, как бы, да, сельские старосты, они, по отношению, как бы, к колонизаторам, они, как бы, они, как бы, они, как бы, эта позиция не зафиксирована, а она, как бы, от ситуации может меняться. Позиция колонизатора. Как и Бейли, эти исследователи, вот Куппер и авторы, редакторы о империи, вызывают более внимательное изучение исторических контекстов и критически относятся к тому, чтобы нагружать понятия империи негативными характеристиками. Налопичи от Бейли, которые дистанцируются от теоретических схемок, вызывают изучать экономическую и социальную историю, они напротив ссылаются к тому, что Куполь включает в себя чисто тех, кто, в первую очередь, включает дискуссию. И, в этом смысле, они, скорее, близкие точки зрения покрашивают. Основание колониальности не столько, как суммы неких исчисляемых признаков, сколько, как особый тип нарратива или даже идентичности, выводит на вопрос о том, почему значительная, если не подавляющая часть среднеазиатского общества, как нынешний мир, не умыслит себя в качестве колониальной русской униальной. Можно ли данный факт объяснить успешной социальной политикой советской власти и ностальгии по ней в эпоху постсоветского оплаты и кризиса? Или же это результат тоже успешной основательной идеологической промышленности назовут, определенной репрессией? Или как-то можно по-другому объяснить, почему очень выгодно назваться, чтобы дистанцироваться от Советского Союза от России очень выгодно назвать себя колонизованной, это дает травму, ощущение травмы, все выгодны из этого, вытекающие идеологические, психологические, манипулятивные, но чем-то не менее практически все власти отказываются от слова полумеания и от этих выгод, потому что ведет все-таки днем для себя какую-то проблемность. И с чем эта проблема связана? Возможно, она все-таки связана с прогревателем советского. т.е. есть какое-то советское иностранство. Советскость установила такую личность, такую структуру сознания, такую структуру идентичности, которая существует сегодня, которая исключает слово полумеания как значимый признак и самая антификация. В любом случае поиски таких ответов заставляют постоянно держать в поле зрения тему насилия, доминирования, маникулирования, не подаваться скушением душового неравенства, которое всегда присутствует в социальных и культурных взаимодействиях. Несмотря на разную генеалогию, понятия традиционности и модерности, советскости и полумиальности пересекаются, как я пытался показать, переходят друг к другу путем ссылок, заимствований, а также промену изучения детских тем. Споры о традиционности предполагают постановку проблемы видных модерностей. Вопрос о советской модерности требует планиального ракурса. Тот же париков, говоря о традиционном обществе, думают так же, как и ревизионисты, хотя между ними колоссальная разница, и они совершенно как друг другу не ссылаются. При этом формализация субъективности, способности к действию сближает описание Физпадрик и Бухи, а поворот к дискурсу объединяет с точки зрения Митчелла, Хельбека, и Бухи. Хотя, опять же, они практически мало на друг друга ссылаются, но интересно между ними прикинуть разные эмоции и загибнуть его. А вот, допустим, гибридность, это модное понятие сегодня. Оно, пусть и обдаленно, напоминает только укладность, которую описал Верхием, которая была очень популярна в советском филе. Углядая за этими интеллектуальными поисками, депутатами, мы видим расходящиеся и исходящиеся линии размышлений. Они вроде бы развиваются праллельно и отдельно в разных дисциплинарных традициях, в разных странах, но они постоянно пресекаются. И это тоже интересно наблюдать нам, думая о том, как эти теории мы можем использовать для занимания постсоветского пространства, а для занимания советской Средней Азии. Я не предлагаю вам занять ту или иную позицию и не предлагаю какую-то самую правильную схему. Вы видели, что в моем предложении такое самое правильное не было. В своем докладе я ставил более скромную цель. Просто дать напросы к тех концепциях, которые сегодня активно используются при анализе Советского Великобритания в целом и к изучению Советской Средней Азии в частности. Я хотел показать по возможности плюсы и минусы этих концепций, историографический динамик, дискуссии, которые ведутся в рамках похода. Конечно, я хорошо понимаю, что мой аждор имеет некоторое ограничение. Наверное, все работают и, наверное, все работают и охвативы с разными точки зрения и разные нюансы иногда важные. Я понимаю также, что, с одной стороны, мой обзор, который я сегодня сделал, основывается главным образом на англоязычные театуры, если исключить советскую этнографию, генерируют и генерируют в значительной мере размышлений, которые ведутся в ненадоизучном глобальном контексте. Хотя мы понимаем, что английский язык сегодня является по рядочным деминирующим науки, нравится нам, это не нравится. Но это деминирование не является абсолютно. цинами школы сохраняют и вес, пусть в рамках своих научных пространств, и собственное, пусть и игровое влияние. Ну, допустим, влияние французской школы, наверное, есть где-то в бывших пространствах, в авгонских, влияние российской школы до сих пор ощущается в ваших пространстве. То есть это нельзя игнорировать. При этом транссациональное взаимодействие ученых разных стран все-таки усиливается. И в глобальную дискуссию о Средней Азии вступают новые силы, в том числе и самой Средней Азии. Это может непредсказуемо изменить весь ход обсуждения этих вопросов. Как это произошло с появлением среди югистских ученых почему Саббатер остались. С другой стороны, другим ограничением является то, что я говорил вам о тех концепциях, которые так или иначе использовались в последние десятилетия. Однако моды и приоритеты в науке меняются иногда взрывообразно. Возможно, дискуссия о модернизации, колониализме, о модернизации уже устарели. О колониализме и даже советскости, которые ведутся уже достаточно долго устаревают и нужно придумывать совершенно новый язык или корпус концепции, отказавшись радикально от всех имеющихся на данный момент концепций. Но от каких идей тогда нужно отталкиваться? Откуда брать много словарь понятий для описания, для объяснения прошлого и настоящего? Это сложный вопрос. Как я сказал в начале доклада, я не теоретик и в общем ставлю собой задачу не предложить нормальную теорию как бы грубальную нормальную язык или многое слово, а задаться вопросом какие теории и концепции существуют, как их можно применить и какие-нибудь есть возможности ограничить какую-нибудь русскую задачу. Так или иначе мы все с нашими различными взглядами и предпочтениями должны, видимо, вести диалог обсуждения всех этих вопросов, которые вы пополошли умолируете, наверное, других каких-то вопросов, которые я не успел затронуть. И только такой диалог способен выявить те направления, которые будут востребованы в будущем. И, мне кажется, формат не сугубо академический институции, а формат такой смешанный, где более публичный для представления разных описаний, возможно, является тем полем, где как раз можно искать этот словар, потому что внутри академических границ вырабатывать много слов довольно сложно, потому что там есть свои характеристики, свои взятые ссылки, своя социализация, которой ты должен следовать. как раз верно на вот таких пространствах ученые чувствуют себя ученые и неученые, и просто люди себя чувствуют более свободными как рамок и могут составлять как люди остаются неучилась неучилась как с с ами и и и и с и и и Продолжение следует...